Всем привет, ребята! Сегодня у меня для вас есть интересная история о жизни амнирапторов, о их суровом выживании на острове, командной охоте, жестоких войнах и смертельных ошибках. Начало было самым обычным. Я была еще детенышем с почти пустым желудком. И как только я почувствовала запах пищи, то сразу же направилась к ней. Ведь что же может быть важнее еды для меня сейчас? Тут было небольшое озеро, где прыгало немало лягушек. И одну из этих лягушек я сразу же поймала. Но есть ее тут я не решилась, потому что мое внимание привлек маленький карнотаврик. А насколько я знаю, у карна тут серьезная вражда с рапторами. Поэтому свою добычу я поспешила унести подальше, чтобы поесть в безопасности. И да, сразу скажу, что я впервые играю за амнираптора на Евриме. Поэтому места эти еще не знаю и первый раз видела вот это вот озеро с лягушками. Ну, думаю, что это место вполне подойдет для того, чтобы покушать. Так что всем приятного аппетита! Итадакимаас! И как только я успела закончить свою трапезу, на меня сразу же напал карнотаврик. От неожиданности я вначале растерялась и хотела скрыться от него. Но он был очень настойчив. Он бегал и выискивал меня. Настолько сильно им овладела жажда убийства. За такую наглость я попыталась ему влупить и укусила за хвост. Но он явно был сильнее меня. И его укус ощущался очень болезненно. Еще и кровотечение получила. В такой ситуации лучше было отступить, что я и сделала. А карнотаврик в своей слепой ярости очень быстро меня потерял. Несмотря на то, что я была у него практически под носом. Залечив кровотечение, я вылезла из своего укрытия. И вдалеке увидела двух хищников. Я не сразу смогла разобрать, кто это. Поэтому не стала высовываться. Но потом, по голосу, я поняла, что это были рапторы. И сразу же бросилась к ним. Рапторы же стайные животные! И я очень надеялась, что они меня примут под свою защиту. Но в какой-то момент я их потеряла. И тут же начала кричать. А они сразу же отреагировали и подошли ко мне. И да, они меня приняли в свою стаю. Какими же они казались огромными, сильными и величественными на моем фоне. Теперь я была в стае. Правда, самой мелкой из них. Но меня все же приняли. И я была очень этому рада. И пока взрослые рапторы решали свои взрослые дела и собирались, я отлеживалась рядом и залечивала свои раны после столкновения с корнотавриком. Укус оказался очень сильным и болезненным. К тому же долго заживал. Хорошо, что я успела перекусить лягушкой, и у меня были силы на восстановление. Когда-то, если память меня не подводит, то где-то пару лет назад я уже играла за раптора. Но это был Юта-раптор. Хотя, чем отличается Юта-раптор от Омни-раптора, я пока не очень понимаю. Я прочитала, что вы в Риме Юта-раптора переименовали в Омни-раптора. То есть, по сути, я сейчас играю за Юту. А в чем тогда отличие Омни от Юты? И почему Юту в Омни переименовали? Не очень понятно. Нужно будет погуглить. Но это просто размышления вслух, ребята. Так что, если вы владеете этой информацией, то пишите. И у меня, кстати, на клавиатуре Омни написано. Вот вам фоточка в доказательство прилагаю. Прикольно же, да? Я бегаю за Омни-раптора на Омни-клавиатуре. Как звучит. А тем временем, разведка стаи доложила, что неподалеку бегает целых пять корнотавров. И если все они взрослые, то это же целая армия для нас. Неужели эта стая рапторов собирается с ними воевать за территорию? Может, поэтому мы здесь так долго лежим? Мои раны залечились, и мое тело восстановилось. Так что я побежала вперед к разведгруппе. Я еще мелкая, поэтому взрослые рапторы, которые остались позади, они очень быстро смогут нагнать меня. Из-за чего я и ринулась вперед, чтобы не так сильно отставать. И действительно, взрослые рапторы очень быстро нагнали меня. А вот мне поспевать за ними было не так уж и легко. Но к моей большой радости, взрослые все-таки иногда ложились отдыхать, что позволяло мне их нагнать. И мой желудок был наполовину пустым. Так что я не стала ждать времени, когда совсем оголодаю, и заранее напомнила всем, что неплохо было бы перекусить. Заодно и посмотрю, как на это отреагирует стая. А то они все лежат и лежат, и такое ощущение, что совсем не собираются охотиться. А может быть они уже поохотились, и успели поесть, пока я их нагоняла. И сейчас сытые и довольные лежат и переваривают. Такое, кстати, очень даже может быть. Стая упорно хранила молчание и не обращала никакого внимания на мои запросы. Рапторы лишь двигались куда-то вперед, а я изо всех сил старалась не отставать от них. По пути я наткнулась на какую-то пищащую мелочь. И раз уж меня не кормят взрослые, то буду стараться кормить себя по возможности самостоятельно. И чтобы не отставать от стаи, я ринулась за ними прямо с этим мелким зверьком в зубах. Не хотелось мне его глотать на бегу, я боялась подавиться. Так что лучше я дождусь удобного случая, чтобы перекусить им. Как только я догнала взрослых рапторов, то увидела, что они уже кого-то убили и с жадностью его поедают. Я быстро проглотила то, что было у меня в пасте, и хотела уже присоединиться к их пиру, но они всё сожрали, и ничего мне не оставили. Да, это было немного обидно. Но, наверное, такова суровая реальность в стае. Едят только самые быстрые и самые сильные. А я, если успею, то смогу доесть за ними остатки. Итак, я бежала, пока не прибежала на место, где эта стая рапторов, пока я их догоняла, уже успела убить нескольких небольших корнотавров. И вовсю пировала. Конечно же, я тоже поспешила принять участие в этой пирушке, а то опять всё съедят и мне ничего не оставят. Правду, значит, говорят, что в большой семье чем-то там щёлкать нельзя. Мяса было очень много, поэтому все ели и наелись, и ещё осталось. Но я на всякий случай всё-таки взяла себе кусочек про запас. И не успела я отвернуться, как эта стая рапторов кого-то разорвала. Я даже не успела понять, кто это был. И тут снова нападение. Я бросила кусок мяса, чтобы помочь, но не успела добежать, как это нападение было уже разорвано в клочья. А стая-то к этому времени ещё подросла в количестве. И я уже не была такой мелкой в сравнении с некоторыми. И я всё пыталась понять. А кто же вожак в этой стае? За кем следовать-то? Потому что все разбежались в разные стороны, и я немного от этого растерялась. Ведь если нет главного, кто бы задавал направление, то в стае будет хаос, и эта стая, она быстро развалится. Позднее самые взрослые рапторы забрались на высокий камень и прилегли отдохнуть, чтобы переварить съеденную добычу и набраться сил. И по моим наблюдениям, самой отзывчивой и заботливой была самка рапторов по имени Лавиона. У нас даже с ней Ники немного похожи. Она всех приветствовала и заботливо спрашивала о нуждах каждого. И благодаря ей чат ожил, и стая, казалось, стала сплочённее, что ли. Ну и я не постеснялась и написала, что неплохо было бы попить водички. А дальше взрослые снова развалились на том же самом камне и принялись активно общаться с звуками. В какой-то момент я спросила, какие у них планы. А они ответили, что хотят просто отдохнуть после плотного обеда. Значит, ещё не переварили. И чтобы не показаться грубой, я поблагодарила их за то, что приняли меня в свою компанию. Я хоть и была уже покрупнее, но по сути всё ещё оставалась детёнышем. А точнее подросшим детёнышем. И мне ещё расти и расти. Потом мы бегали на водопой, чтобы утолить жажду. И дальше вся стая куда-то разбежалась. На скале гордо возлежала лишь Лавиона. Я попыталась запрыгнуть к ней на эту скалу, но у меня это не особо получалось. Поэтому Лавиона любезно показала мне, как правильно нужно это делать. И после такого урока у меня с лёгкостью получилось забраться на эти камни с первой попытки. Так мы посидели вместе и немного пообщались. Она написала мне, что родом из Турции, я написала ей, что из России, ну и всё такое. Не очень интересные разговоры, чтобы их показывать. А потом нам сообщили, что нашим собратьям сильно достается от местных карнотавров. И мы тут же помчались на помощь. Я как всегда отстала. И внезапно выбежала в самый центр, где велись ожесточённые бои между Карна и нашей стаей. Один из карнотавров тут же бросился на меня, после чего сразу переключился на Лавиону. Я прыгнула на Карна, но промахнулась. И напомню вам, что я впервые играю за Раптора на Ивриме, и боевого опыта у меня почти нет. Но мне очень хотелось помочь, поэтому своим вторым прыжком я не промахнулась, но Карна с лёгкостью меня сбросил со своей спины, получив лишь лёгкие царапины. Кажется, что больше всего доставалась именно Лавионе, и сражалась она яростнее всех. Но в итоге всё-таки погибла. Я ничем не смогла ей помочь. Мне хотелось хоть как-то отомстить, и я даже расхрабрилась и напала на Карна. Но от моего укуса он лишь рассверепел ещё сильнее и начал гоняться за мной. По моим наблюдениям, бегает он быстрее меня. Так что если бежать по прямой, то он меня догонит. Поэтому я старалась делать резкие повороты и таким образом избегать его ударов. Мне показалось, что с манёвренностью у Карна были проблемы. Он хоть и бегал быстрее, но резко повернуть не мог. Тут же я стала свидетелем, как маленький Рапторёнок смело оседлал Карнатавра. И тот в ярости погнался почему-то за мной. Я снова начала маневрировать и бегать от него кругами, еле избегая укусов. И в какой-то момент решила укусить сзади. Но это была моя ошибка, за которую я поплатилась своим здоровьем. Думала, что смогу покусать его сзади без последствий. В результате кровотечение и рваная рана. Нужно было срочно отступить и спрятаться. Но Карнатавр, почуяв кровь, яростно преследовал меня и не собирался отставать. Я снова старалась юлить и бегать кругами. И это уже была гонка за моё выживание. В конце концов, Карнатавры оставили меня. Может быть, у них кончилась выносливость, чтобы гоняться за мной. А может быть, они переключились на кого-то другого. Я не знаю. Но каким-то чудом я выжила. И пошла залечивать свои раны. Со всей этой суматохой я даже забыла отключить ночное зрение. Через некоторое время мне полегчало. И я вернулась на место битвы, чтобы оценить ситуацию. Наша стая сильно поредела. Кто-то погиб, а кто-то убежал. А Карнатавры пировали на трупах наших падших товарищей. И я не стала их раздражать и приближаться. К тому же я всё ещё была ранена. И мне не хотелось, чтобы эти Карнатавры снова начали гоняться за мной. Поэтому ушла на безопасное расстояние и присоединилась к остаткам нашей малочисленной стаи. Мяса в округе было немало. И я не упускала шанс, чтобы лишний раз перекусить. Всё-таки у меня молодой и растущий организм. Надо питаться. Понемногу к нам присоединялись новые собратья. Тут были и совсем мелкие, и приходили даже взрослые. Было ощущение, что мы снова собираемся и готовимся к новой стычке с Карнатаврами. И пока стая росла числом, моё внимание привлёк маленький Бепиозаврик. И я как раз в прошлой серии играла за такого же. Кажется, что он совсем нас не боялся и на моём фоне ощущался таким крошечным. Просто когда я за него играла, мне он казался значительно крупнее, а тут такая масечка. И как же высоко он прыгает, когда смотришь на это со стороны. Показушник просто выделывается перед Рапторами. Было похоже, что Карнатавры покинули эти земли. А мои собратья отправились на охоту. Догнав свою жертву, Раптор по имени Рон с лёгкостью её убил. И мы втроём вкусно и плотно покушали. А я, как всегда, на всякий случай взяла себе кусочек про запас. Очень мне нравится вот эта вот механика, что можно запасать еду. И были бы здесь хомяки, я бы, наверное, играла за хомяка. Потому что везде всё стараюсь запасать. И в жизни, и в играх. Внезапно что-то прилетело мне в глаз. И такое ощущение, что это был Птер, который с воздуха клюнул меня. Но Птеранодона в воздухе я не наблюдала. Возможно, кто-то плюнул в меня. И я не понимала, откуда ждать опасности. И пока я вот так вот бегала и пыталась разобраться, что же меня всё-таки ударило, то встретила ещё двух Рапторов, которые сразу же захотели присоединиться ко мне. А потом я заметила каких-то мелких гадёнышей, которые начали нападать из-под тишка. Они даже облепили зазевавшегося Рона. А я не знала, как ему помочь, потому что боялась покалечить его. К тому же эта мелочь, она бегала очень быстро, и я не успевала следить за ними. Они всё время терялись в траве. В конце концов, одного я придавила. Тогда-то я и разглядела, что это были Траадоны. Опасные мелкие творинки оказались. И вдруг, неожиданно для меня, выбежал Карна Тавр. И я снова стала использовать свою старую тактику и водить его кругами. Не думаю, что у меня получится в одиночку с ним справиться. А тут ещё один Карна нарисовался. И как же мне теперь с двумя справляться? Водить их кругами двоих у меня не получится, они возьмут меня в кольцо. В тот момент я перепугалась и растерялась, и начала метаться из стороны в сторону, старалась бегать кругами. Но Карна периодически всё же нагоняли меня, и я получала укусы. Все мои попытки оторваться были безуспешны. И я уже осознавала, что в этой ситуации мне не выжить. Так что здесь история моего обнераптора подошла к концу. Вот так вот я и не выжила в стае обнерапторов. Как всегда, в конце хочу поблагодарить тех, кто присылает мне донатики. Вова, Вовочка, снова спасибо тебе огромное за поддержку. Рада, что ты мне написал про смайлики, потому что я переживала, что может быть это лишнее, или я переборщила с ними, но ты меня успокоил. А в таймкод я тебе добавила, потому что боялась, что ты не увидишь. Ну и вообще забавно получилось, что твоё сообщение пришло именно тогда, когда я видео записывала. А по поводу бусти, у меня его пока нет. Может быть в будущем заведу. И феникс, миленький, спасибо тебе тоже огромное. А на этом всё, ребята. Ещё раз всем мои благодарности и пожелания хорошего вам настроения. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.